Первые сваи забили зимой. Спустя полгода здание обрело очертания. Новая школа на территории старого аэропорта станет одной из самых больших в Брянской области. За ее парты в следующем году сядут 1225 учеников. Стоимость объекта – 685 миллионов рублей. Строительство ведется при федеральном и областном финансировании. Если взять в объеме, то здесь залито где-то 60-65 бетоном. Уже все залито? Да, да, залито. А подвал здесь есть, нет? Здесь цокольный этаж полностью массивный. Для коммуникации? Да. Помещение разбито на четыре секции для младших классов и старшего звена, спортивного и гимнастического залов. В еще одном блоке разместится актовый зал, рассчитанный более чем на 500 мест. Оборудуют в школе и мастерские для работы с деревом и металлом, кулинарией и шитья, а также поле для мини-футбола, площадку для волейбола и бассейн. Мы видим, что за эти годы небольшой месяц, те изменения, которые там произошли, то есть мы были, был фундамент, то есть нулевой уровень. Сегодня почти первый этаж уже сделан и приступили к второму этажу. И вот те планы и задачи, которые необходимо данной организации, сестру и дело выполнить, это уйти до конца этого года, то есть полностью подвести здание под крышу. Чтобы было крышей, чтобы зиму все вести от девочной работы, я вижу, что так оно и будет. Помимо школы в этом году в областном центре возводят и дошкольные учреждения, пристройки для ясельных групп и полноценные детские сады. Один из них по улице Романа Брянского. Рассчитан на 200 мест, из них 120 предназначены для детей до трех лет. Стоимость работ по контракту около 130 миллионов рублей. Рабочие уже приступили к внутренней отделке помещений. Побывал губернатор Александр Богомаз и в Фокинском районе. Здесь, на улице Новозыпковской, практически готов к приему малышей сад на 135 мест. Юридически дошкольные учреждения относятся к детскому саду «Деснянские звездочки», которые находятся неподалеку. Сделано это для того, чтобы не расширять административный аппарат. Персонал набирается, уже проходит медкомиссию, делает все нужные документы. Также завозится постепенное оборудование. Мы планируем открыться к сентябрю. Уже сформирован и список воспитанников. В их числе этот малыш. Жене всего год и 8 месяцев. Пока садик закрыт, он время зря не теряет. Помогает здешним рабочим сеять газон. Мама Екатерина и рада бы подольше побыть с сыном. Но так уж получилось. Придется выйти на работу. Благо ясли в двух шагах от дома. Вызвали на работу. Сказали, что надо выходить. Либо выходить, как говорится, либо отдается место другому. Я живу вообще вот тут вот. Это очень близко для нас. И это замечательно. Первый этаж малышам до трех лет. Второй – дошколятам. Еще одна группа предусмотрена для детишек с задержкой психического развития. Когда все в одном здании, стоимость объектов ниже, поскольку и столовая, и прачечная, и другие подсобные помещения рассчитаны на несколько блоков. При таком подходе предусмотрено финансирование из двух источников. Строительство детских садов ведется за областные средства, а ясли – за федеральные. Всего, если возьмем в Брянской области, то сегодня строится школа, восемь детских садов и семь пристроек. По всем детским садам работы ведутся в разной степени готовности. По пристройкам нам осталось еще три пристройки. Одну мы уже сдали. И три пристройки на этой неделе, до конца этой недели, они будут проторгованы. И до конца года также мы должны все объекты вести в строй. Всего будет создано 1640 дошкольных мест, и из них, что и радует, 820 – это ясельная группа. То есть те задачи, которые сегодня поставлены президентом по обеспечению ясельной группы, мы сегодня их выполняем. Исполнительная и законодательная власть должны под контроль брать эти объекты. Потому что эти объекты – и школы, и детские сады – это задачу ставит президент. Это национальные проекты. Поэтому мы должны, чтобы улучшать нашу демографию, мы должны вот эти объекты брать под контроль, быстро возводить, и чтобы люди пользовались этими услугами. Потому что дети – это наше основное. Дополнительные средства на строительство социальных объектов удается выделять благодаря развитию региональной экономики. В 2016 году Брянская область выполнила свои обязательства по строительству дошкольных учреждений для детей от 3 до 6 лет. Сейчас все силы на то, чтобы обеспечить местами малышей от 2 месяцев до 3 лет. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография». Екатерина Карманова, Игорь Винничук, Александр Жучков. События. Брянск.